10 интересных фактов о самолётах Самое большое число пассажиров, перевезённых на гражданском самолёте за один рейс, 1087 человек. Это случилось в Боинге 747 при эвакуации беженцев из Эфиопии в 1991 году. При поднятых подлокотниках на четырёх креслах умещалось до шести человек. Кстати, за время полёта на борту родилось три младенца. Наибольшая высота, на которую подняли самолёт, 37 650 метров. В 1977 году её достиг советский лётчик на самолёте КБ Микояна. Самолёты могут похвастаться чистым воздухом. Люди, которых часто укачивают транспорт и указывают на то, что плохо им становится в результате нехватки чистого воздуха. Но стоит отметить, что в самолётах такая проблема почти отсутствует, поскольку на борту установлена система очищения воздуха, аналогичная той, что используется в медицинских центрах и клиниках. Поэтому разработчики авиатранспорта утверждают, что во время полёта вы будете дышать, наверное, самым чистым воздухом за всю вашу жизнь. По статистике, три человека из ста страдают аэрофобией, паническим страхом летать на самолётах. Хотя вероятность авиакатастрофы 0,001%. Обидно, ведь без этого способа передвижения невозможно побывать в очень многих уголках земного шара. Психологи советуют не думать в самолёте о плохом. Лучше думать о своих действиях после прилёта. Перед посадкой в самолёт следует выпить настой валерьяны. А от алкоголя, кофе и сладкого стоит отказаться. Эти продукты усиливают ощущение страха. В самолёте президента России Владимира Путина находятся две спальни, душевая, комната для отдыха, зал совещаний и даже тренажёрный зал. Стоит такой самолёт около 300 миллионов долларов. Полномочия капитана на борту самолёта безграничны. Он может арестовать кого угодно, выписать штраф и даже оформлять завещание умирающего. Во время перевозки животных они всю дорогу находятся в техническом отделении, где очень высок уровень шума. Это очень неприятно, поэтому животных в полёт стоит брать только в крайних случаях. Многие боятся упасть вниз с высоты 10 километров. Это невозможно из-за сильного давления под крыльями самолёта. Он держится на воздухе не хуже, чем машины на шоссе. Его можно поставить на хвост, повернуть вокруг своей оси на 100 градусов, направлять вниз и если отпустить штурвал, то самолёт просто будет покачиваться в воздухе, как лодка на волнах. Однажды во время полёта в салоне Боинга увидели мышь. Из-за серого грызуна экипажу пришлось совершить экстренную посадку и высадить всех пассажиров. Была опасность, что мышь перегрызёт какой-нибудь кабель. В результате 200 пассажиров провели ночь в отеле аэропорта, а экипаж всю ночь ловил мышь с сыром и мышеловками. Но им ничего не удалось сделать. Тогда привели несколько кошек, которые легко справились с мышью. Советский сверхзвуковой бомбардировщик Т-4 разрабатывался как эффективное оружие противоамериканских авианосцев. При полёте на высоте до 24 километров он мог развивать скорость 3000 километров в час, чтобы радиолокационные станции противника не успевали навести на самолёт зенитную ракету. Чтобы выполнить такие технические требования, конструкторам пришлось сделать несколько неординарных решений, среди которых отклоняемая носовая часть. На предельных высотах и скоростях носовая часть поднималась для уменьшения сопротивления, и пилот мог управлять самолётом только по приборам. На случай аварийного отказа носовой части Т-4 был снабжён выдвигающимся вверх над кабиной пилота перископом. Итак, вы ознакомились с десяткой интересных фактов о самолётах. С вами был Алексей Козьяков. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх этому видео, а также вступайте в группу ВКонтакте «10 интересных фактов». Там вы можете предложить темы для новых выпусков. Всем пока!